Давайте тогда я начну, друзья. Меня зовут Катя Владимирова, я руковожу онлайн-направлением Creative Writing School, и сегодня мы позвали Майю Кучерскую, создателя школы, профессора высшей школы экономики, писателя, автора курса нашего базового, про который мы сегодня будем много говорить, и многих других наших курсов. И Майя ответит на все вопросы ваши, которые у вас будут появляться, и это прям, да, возможность из первых рук, что называется, получить всю информацию. Майя тогда расскажет про наш базовый курс, который стартует 14 февраля, про то, почему мы его придумали, про то, каким он у нас получился, каким мы его проводим, а потом тогда я расскажу про техническое устройство, про то, какую платформу мы используем, и, в общем-то, про то, как он проходит. И потом вы можете задать все вопросы, мы обязательно на них ответим. Майя, передаю вам слово. Спасибо, Катя. Добрый вечер всем. Итак, во-первых, приветствую и Милан, и Израиль, и Москву многократно, также все другие города, которые с нами. И действительно, давайте попробуем сегодня, ну, во-первых, обсудить базовое, во-вторых, вы можете задать на самом деле потом любые вопросы, и я думаю, что мы уложимся как раз и в наши полтора часа, успеем все обсудить, что вы только хотите. Итак, ну вот, и что-то я вижу в этом символичное в том, что 14 февраля начинается курс «День всех влюбленных». Этот курс у нас, конечно, родился из нашей влюбленности в проект. Все, кто когда-нибудь занимался стартапами, знают, что в первый период, когда ты только создаешь проект, ты в него влюблен. Ты ничего не можешь с собой делать, у тебя тысячи там других дел, но ты постоянно этим занимаешься, думаешь. И вот из этой любви нашей команды, тогда совсем небольшой, это было, мне кажется, уже несколько лет назад, да, 2017 примерно, в общем, несколько лет назад, родилась идея создать курс онлайн, потому что постоянно нам задавали вопросы, будете ли вы выступать онлайн, когда, как быть, если я в другом городе, я не могу приехать на ваши очные курсы. И мы в конце концов поняли, что вот этих людей, которые задают такие вопросы, становится все больше, и что надо как-то откликнуться на этот всеобщий призыв, и мы откликнулись. И мне кажется, вот атмосфера этого вдохновения и веселья, которое нас тогда всех охватило, очень здорово передает даже ролик рекламный. Мы его прям никак не можем поменять, потому что он полон, полон вот этой энергии, энергии начала. Итак, теперь по делу. По делу расскажу, тем не менее, сначала анекдот в старом смысле этого слова, в старинном, а именно история жизни. Буквально на днях я получила неожиданное сообщение в свой WhatsApp от одного из самых замечательных преподавателей английского языка, которых я вообще знаю. Это человек по имени Энтони Брежестовский. Это полиглот. У него есть в Москве курсы. Я к нему ходила на эти курсы, изучала английский, и потом узнала, что он еще и музыкант, не только знает все языки, за которые он берется, их десятки, включая там восточные и, естественно, все европейские. Так вот, и вдруг я получила письмо, что, дорогая моя, я написал роман. Роман вместе с автором. Как мне быть, что мне делать, куда бежать. И дальше мы, значит, разговорились на эту тему. Я попросила его, естественно, прислать несколько первых страничек. Мне прислал. Я немедленно, ну, это очень хороший текст, но только все выдает в нем неопытность автора. Я сказала, что вот это была одна из очень распространенных. Даже не ошибок этих особенностей начинающего автора. Все происходит очень живо, но при этом словно в безвоздушном пространстве. Есть сюжет, есть диалоги, есть очень интересно такие расставленные ловушки для читателя. Но только где, что, как. Я пишу, дорогой Антони, супер, отличный замысел, прекрасный текст. Где пять органов чувств? Какие пять органов чувств? И об этом, на самом деле, знает каждый, кто начинал заниматься креатив-райдинг, потому что это первая глава учебника и первая глава, собственно, нашего курса базового. Мы объясняем самые-самые основные принципы того, как сделать так, чтобы текст задышал, чтобы герои зашевелились, задвигались, чтобы они из картонных превратились в реальных живых людей. И одно из первых правил мы как раз на наших первых занятиях всегда обсуждаем. Надо подключать органы чувств, надо научить своих героев нюхать воздух, имеется в виду воздух, воздух, а также осязать, а также смотреть. И, в общем, короче говоря, удивительно, что человек невероятно образованный, в частности, знающий огромное количество языков, прочитавший кучу всего тоже на всех этих языках, не может сам к этому прийти. Вот точно так же, как он потом это сравнил, кстати, с английским языком. Ты можешь открыть самоучитель, да, и, конечно, учиться по самоучителю, но если рядом окажется учитель, вот тогда ты язык правда выучишь. А по самоучителю выучить язык невозможно. Как ни странно, и литературное мастерство, кажется, так же устроено. Да ничего странного, это тоже язык. Это тоже язык, только это язык художественной прозы. И, собственно, цель нашего базового курса – это ввести наших слушателей в литературное ремесло, в начало его самое, снабдить основными правилами грамматики, что называется только литературной грамматики. И, между прочим, одна из самых известных книжек по литературному мастерству так примерно и называется у Джани Радари. Там как раз есть слово «грамматика». Так вот, самые основные, поэтому он и базовые понятия, которые необходимы, инструменты, которые необходимы начинающему автору, мы на нашем курсе обсуждаем. Какие? Какие? Мы говорим о том, как создать героя. Потому что главное, что ищет любой читатель всегда, независимо от его компетенции, независимо от его квалификации, его образования, эрудиции, это неважно. Первое, что он ищет, это к кому присоединиться. По поводу кого испытывать сочувствие, сострадание, какой герой вызывает эмпатию. Вот сейчас я как раз только что закончила читать роман Леонида Юзефовича, Фил Эйлен называется. Там пять персонажей, каждый из них пишет письма. Это роман в письмах. И сначала ты даже до конца не понимаешь, к кому присоединиться. А потом понятно, кто там главный герой, становится довольно быстро. И вот ты к нему присоединяешься, и как-то долго-долго его писем нет, а какие-то другие персонажи появляются. Ты начинаешь по нему скучать, потому что главный он. И вот об этом мы говорим тоже в одном из первых занятий. Как этого героя создать? Такого героя, чтобы он получился настолько похожим на живого человека, что ему можно сочувствовать, сострадать, из-за него переживать. И при этом, ну, можно, конечно, сказать, правильно, обязательно ли главный герой должен быть таким, чтобы можно было сочувствовать. Нет, не обязательно, но в начале пути лучше начинать с этого и делать герой обаятельным, милым, а вовсе даже не мерзавцев главный герой выводить. Понятно, что он не может, этот герой, существовать в пространстве без других людей, как и мы все, да, окружены друзьями, прохожими, соседями. Всегда мы в каком-то окружении людей. И также герои в тексте должны окружать какие-то другие герои. Поэтому мы рассказываем о том, чем главный герой от второстепенных отличается и как их по-разному надо делать. У нас специальное занятие посвящено как раз умению создать дышащее, объемное, осязаемое пространство вокруг героев. Поэтому мы говорим о детали. Мы объясняем, как сделать так, чтобы герои общались друг с другом на живом русском языке, и чтобы не было впечатления, что они читают по бумажке. Нет, речь должна быть живой, диалоги должны быть динамичными. И этому мы тоже посвящаем отдельное занятие. Конечно, когда вот это все собрано, и когда вот это все понятно становится нашим слушателям, как героя создать, как вокруг него расположить персонажей, как сделать так, чтобы они существовали не в безвоздушном пространстве. Но дальше осталось самое, наверное, главное – все это собрать и построить в некоторую целостную конструкцию, в некоторый целостный мир. Поэтому, конечно, мы о композиции и о структуре текста говорим, и о том, про что стоит рассказывать, о том, что можно пропустить, обязательно пропустить. Ведь нет ни одного текста на земле, который описывает каждое мгновение существования своего героя. Это невозможно. И не нужно. Не нужно. Ну, и поскольку мы неоднократно обсуждаем тот факт, для многих неочевидный, что писатель Демиург – творец, то в самом конце мы говорим о том, как вдохнуть свой текст, такую последнюю энергию и жизнь, чтобы он уже просто рванул и поехал. После того, как он рванет, полетит и будет крылышками вовсю размахивать, конечно, может так оказаться, что торчат какие-то перышки, не очень причесаны. И завершаем мы наше обсуждение двумя самыми тоже очень важными разговорами о редактировании, о том, как это все поправить, эту конструкцию сделать так, чтобы уже перышки полету торчащие не мешали. И затем, как устроен литературный мир. Какие есть литературные конкурсы, надо ли на них подаваться, стоит ли отправлять в редакции литературных журналов свои рассказы. Ведь в самом конце, собственно, цели у нас есть в этом курсе, понятная, очень непростая для начинающего автора, но совершенно необходимая цель. В конце этого курса вы должны будете написать рассказ. Маленький, замечательный рассказ. И даже если вы до этого писали рассказы, этот рассказ будет вашим лучшим рассказом в настоящий момент, потому что вы уже будете оснащены всеми инструментами, про которые мы вам подробно расскажем. Это про смысл. Да, Катя? Теперь про что мне рассказать? Про чуть-чуть подробнее, кто читает или как? Давайте тогда я чуть-чуть скажу про устройство, а вы тогда про детенди. Про устройство. Смотрите, все наши основные онлайн-курсы, они устроены одинаковым образом. Мы их придумали такими, чтобы можно было учиться независимо от того, какой у вас график работы и где вы живете. То есть есть у нас вебинарные мастерские, они устроены вот по принципу нашего сегодняшнего вебинара. То есть 7 часов, независимо от того, в Москве или в Австралии вы, нужно быть в Zoom. Вот онлайн-курсы, они устроены иначе. Мы приглашаем вас на учебную платформу, вы на ней зарегистрируетесь, и там раз в неделю мы выкладываем 2-3 лекции, плюс дополнительные материалы, говорим, что про честь, и, соответственно, даем задание, которое нужно будет выполнить. На выполнение задания у вас есть 6 дней. И, соответственно, вот вы всю неделю смотрите лекции, выполняете задания, в любое время заходите на платформу и там переписываетесь со своими коллегами. То есть у вас есть там пространство для того, чтобы выкладывать свои тексты, выкладывать рецензии, которые вам напишут рецензенты. Соответственно, на каждое задание, которое вы получаете, вы пишете текст, вы сдаёте его, и на каждый свой текст, который вы напишите в рамках нашего курса, вы получите рецензию обязательно. На финальный текст, про который говорит Майя, рассказ, вы получите две рецензии. Одну от своего мастера, и вторую от человека, который ваш текст никогда не видел, от другого рецензента. Ну, такое второе мнение, потому что первый мастер уже свой, уже родной, он уже группу полюбил, текст знает, ну, всех знает, да, и видит, как вы развиваетесь. А второй, соответственно, рецензент, он никогда тексты ваши не читал, и, соответственно, он прям вот совсем объективен. И это здорово, потому что у вас тогда, ну, получается такой стереоэффект, и есть возможность посмотреть разные отзывы. По этой же самой причине мы рекомендуем всегда тексты выкладывать на учебную платформу в доступ к коллегам, да, то есть по умолчанию мы сохраняем правеси. Ваши тексты никто не видит, кроме вас и вашего рецензента, которому вы эти тексты сдаете, который пишет вам отзывы. Но мы рекомендуем, друзья, говорим мы, выкладывайте тексты, не бойтесь, выкладывайте, потому что это страшно, безусловно, но это дает вот эту возможность посмотреть на свой собственный текст другими глазами. И это дорогого стоит. И рецензии мы тоже просим выкладывать на форум, ну, как бы, да, на общее публичное пространство на нашей учебной платформе, чтобы ваши коллеги учились на, соответственно, тех рецензиях, которые напишет вам мастер, а вы учились на тех рецензиях, которые выложат ваши коллеги. Это тоже здорово, это очень продвигает. Вот, теперь про рецензентов. Смотрите, наш, и про лекторов, да, наш курс Майи Кучерской, базовый курс, да, это не монокурс, то есть там не только Майя читает лекции. У нас есть монокурсы, например, курс Ани Старобиниц, внутренний подросток, он будет у нас осенью, и курс Марины Степновой по стилистике, который вот только стартовал. И, например, Майин курс про сюжет, да, он тоже монокурс. Но вот базовый курс, с которого мы рекомендуем начинать вообще всем авторам, которые еще не писали, не знают, как к этому подступиться, хотят подышать и выйти из условного офиса там в какую-то творческую форточку, или когда-то там последний раз писали сочинение в школе, а потом долго-долго не писали, или когда-то учились на журфаке, но уже все забыли. Ну, то есть вот всем, кто хотел бы, да, вот начать чего-то такое делать литературно, мы рекомендуем наш базовый курс, и это не монокурс, то есть там есть майные лекции, и их много, их половина, и вторая половина — это лекции той команды, которую собрала Майя, и тех лекторов, которые она пригласила. То есть это Дмитрий Быков, это Евгений Водолазкин, писатель, автор великолепного романа «Лавр», это Галин Юзефович, критик, и многие другие писатели, редакторы, критики, «Литературные люди». И, например, вот у нас есть очень интересные лекции про идею повествовательную, там, например, Майя говорит, ну, как бы с одной точки зрения, а Дмитрий Быков немножко с другой позиции. Опять же, создается вот этот полифонический эффект, это очень здорово. Вот, это лекторы, а есть рецензенты, поскольку Майя автор курса, но она физически не может прочесть все работы. Это невозможно, мы дорожим все-таки. Майя, который, правда, очень много делает, и, в общем, ну, правда, не может это все объять, поэтому Майя приглашает на свой курс рецензентов, мастеров рецензентов, которые тоже писатели известные, которые редакторы или критики, и, соответственно, они читают ваши тексты, и они пишут вам рецензии. Майя тогда расскажет побольше, кто будет работать на этом базовом курсе, но, в общем-то, команды всегда, ну, мы их обновляем, обновляем, и можно перед самым стартом, например, написать мне, еще раз уточнить, кто будет точно рецензентом, и попроситься, например, к кому-то в группу. То есть это возможно, можно написать, заявить о своем участии, я обязательно учту все пожелания и запишу вас именно к тому рецензенту, которому вы захотите, ну, соответственно, если он на этом курсе работает. Майя, вам слово. Спасибо, Катя. То есть, смотрите, сейчас я, конечно, расскажу про рецензентов, но немножко откликнусь на то, что вы уже услышали от Кати. Мы делаем такое многослойное построение, пирожок, торт «Наполеон», и вообще-то вы можете на всех уровнях участвовать и использовать все возможности, которые у вас есть. То есть вы можете сидеть в берлоге и писать домашние задания, и общаться только с рецензентом. И это один путь, он понятный, особенно для людей, которые вообще любят писать, они часто такие немножко одинокие и не слишком любящие общение люди. Прямо одну секунду перебью, а есть еще даже группа без рецензирования, это то, где вообще можно вот смотреть лекции и даже делать задания для себя и вообще никому их не показывать. Даже так можно. Да, бывает и такое. И как бы попробовать, может быть, некоторым тем, кому страшно, можно и с этого начинать. Дальше вы можете действительно выйти на связь с вашими однокрупниками. И это, конечно, всегда хорошо, потому что рецензент, его квалификация, мы профессионалов всегда только зовем. Это важно. Но ведь если вдруг вы решитесь, отважитесь пойти по этому рискованному пути и стать даже не профессиональными, но стать литераторами, да, и писать тексты для публичного чтения, то вы встретитесь с самыми разными читателями. И ваше существование в группе – это модель того, как существует писатель. И Львожи читают не только критики литературы веда, его читают все. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Очень часто бывает, что утонченные рафинированные критики абсолютно забанили, заклеймили этого автора, а широкий читатель его обожает, сплошь и рядом. И вот чтобы понять, как живет настоящий писатель, конечно, здорово в группе общаться. И, наконец, третья возможность – не только выкладывать свои тексты в группе, но и обсуждать в этой группе что угодно. Ну, вокруг литературы, естественно, обычно это как-то логичным образом. Следует из нашей специфики. Новые книги, какие-то новые литературные события. Таким образом вы обретаете еще и круг общения, который очень часто на эту тему, может быть, в ваших обстоятельствах жизни отсутствует. И вот, наконец, вы пришли в то место, где люди так же, как вы, любят слово, так же, как вы, хотят учиться писать, и так же, как вам, им про это интересно говорить и думать. Это длинный комментарий к тому, как можно жить существовать. Последнее на эту тему. У нас есть несколько в итоге книжек, изданных самими нашими слушателями, слушателями, которые не стали ждать никаких милостей ни от кого, ни от природы, ни от литературных критиков, ни от издателей. Они составили сборники и выпустили их на Редеро. Почему нет? Почему не сделать вот такой первый шаг к книгам, к читателю, к литературе? Теперь про рецензент. Рецензент – это, конечно, очень важное такое лицо. И это именно ваш собеседник, профессиональный собеседник, ваш тренер, с которым вы проходите это путешествие. Кто будет в этом году? Мы уже точно знаем, что будет, по крайней мере, вот те, кого сейчас я назову, они уже дали согласие, и один другого краши. Ну, во-первых, это наш очень давний рецензент и один из самых наших любимых рецензентов – Ксения Рождественская. Ксения Рождественская – совпадение имен не случайно. Она Ксения Робертовна, дочь известного поэта. Вообще-то критик изначально, и кинокритик, и литературный критик, но, насколько я знаю, она и прозу тоже пишет. И, может быть, главное самое, что это очень тонкий и очень доброжелательный читатель, который скажет вам правду, вас совершенно при этом не обидев, и в итоге поможет вам развиваться. Станислав Секретов – тоже литературный критик, замечательный, внимательный к тексту, публикующийся много в литературных журналах, в сети. Вы можете набрать, посмотреть, что он пишет, и вы увидите, что одним из его основных интересов является современная литература. То есть он в курсе того, что происходит сегодня, и сможет разговаривать с вами, исходя из этого объема знаний о современном литературном процессе, что всегда начинающему автору полезно. И Денис Гуцко. Денис Гуцко – лареат Букеровской премии, замечательный писатель, невероятно дружелюбный, совершенно в каком-то смысле, мы таких стараемся, конечно, подбирать, на писателя, который затворился в башне Слоновой Кости, и там тихонечко себе сидит и презирает весь мир. Так вот Гуцко на таких писателей совершенно не похож. Он открыт, он никакой не в башне, он тоже очень внимательный читатель, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Вот так. Будет возможно еще пополняться наша команда рецензентов, но об этом мы оповестим вас уже по мере их пополнения. В целом же, главное, что можно сказать по поводу диалога вашего с рецензентом. Бывает по-разному. Бывает по-разному. Чаще все складывается, и вы действительно получаете читателя, квалифицированного, умного, который анализирует ваш текст, ваши первые шаги, дает вам ценные советы, и в общем большинство людей испытывает благодарность. Но иногда вам может так показаться, что рецензент не прав, но не прав. Вот вы хотели это сказать, а он вычитал другое. Не торопитесь в таком случае, немедленно гневаться и недоумевать, потому что очень часто это тоже бывает в текстах начинающих писателей, и невозможно вычитать то, что автор хотел сказать. вы понимаете, и то, как вас прочитали, возможно, это то, что у вас получилось. Вы могли хотеть одно, а получилось другое. Я призываю вас к доверию вашим рецензентам, и даже в тех случаях, когда вам кажется, что они совершенно не правы, ну попробуйте, попробуйте эту его неправоту все-таки принять, и в следующий раз услышать то, что вам сказали. В общем, это ваш, наверное, может быть, самый главный шанс, когда в такой идеальной, комфортной ситуации уже вы потом никогда не будете. Вы пришли, где будут люди читать ваш текст, будут заинтересованы в вас, будут вас вести, и заинтересованы в вашем успехе. Дальше ведь, когда человек заканчивает наши курсы, кстати, у многих наступает ломка после этого, потому что он оказывается опять в таком поле открытом, дует ветер, снег какой-то несется ему в лицо, а кто его полюбит, кто его поймет, кто понянчит его текст, уже никто. Пользуйтесь, пользуйтесь. Друзья, да, сейчас скажу, что у нас есть два здесь окошка, окошко чат и окошко вопроса-ответы. Вот в чат мы можем писать все подряд, а если какие-то вопросы у вас по ходу возникают, пожалуйста, задавайте их, мы на них обязательно ответим. Да, по поводу рецензентов очень поддержу Маю, и в общем, как человек, который прошел этот путь и учился на разных курсах в СВС, и на базовом в том числе, могу сказать, что понятно, что начинающий автор достает текст из себя, и ужасно горько, обидно, и кажется несправедливым любая критика, это, в общем, тоже навод принимать эту критику с открытым забралом, и этому, конечно, ну, тоже предстоит учиться, это какая-то неизбежная история, но она оправданная, потому что, как только вы начинаете прислушиваться к замечаниям рецензента, тексты правды становятся лучше, и обычно те, кто пришел и написал свои первые тексты не очень хорошо, в итоге финальные тексты пишут очень здорово, и вот эта разница, она прям очень всегда заметна, да, между первыми текстами и последними на курсе, особенно на базовом, конечно, вот, и здесь, конечно, при рецензенте Майя говорит, что, да, чаще всего это, ну, такая история успеха, но бывает правда по-разному, потому что важно найти своего читателя, своего человека, и если вы понимаете, там, да, после первых рецензий, что, ну, правда, вот, ну, нет, вот ни ваша рецензента вообще не готова никакую критику, ни с каким открытым забралом никак принимать, в этом случае вам нужно написать письмо вашему модератору, это такой технически специальный прекрасный человек, который берет вас за руку и ведет вас от начала курса до конца и говорит вам на все вопросы, что-то сломалось, что-то потерялось, текст не получается отправить, или просто у вас какой-то форс-мажор, и вы не можете сдать текст вовремя, вот, во всех этих случаях вам поможет ваш модератор, и он прям будет вам надеждой опоры в течение всего курса, вот ему можно прийти и тоже пожаловаться и рассказать, что вот, вот, нет, либо написать письмо мне, и тогда мы обязательно что-нибудь придумаем, вообще этот вопрос решим, либо переведем вас в другую группу, либо, ну, посмотрим вместе какие-то варианты, в общем, вот не нужно, главное, сидеть молчать, вот, если вы понимаете, что вам это не на пользу, да, а писать, и мы тогда все решим. Такие случаи бывают редко, но они бывают, поэтому вот здесь нужно просто тоже, конечно, доверять собственным чувствам, потому что химия, химия, она важна между студентом и его читателем, рецедентом, и поскольку, ну, все равно у нас такой учебный процесс, нужно, да, этим пользоваться. Ага, вот, мне кажется, там какой-то вопрос нам написали. А, вот, а проблема с тем, что сидишь и не можешь из себя ничего выдавить, обсуждается на первых уроках? О, Майя, я передаю вам этот вопрос, этот прекрасный вопрос. Вопрос очень хороший, и мы с этого начинаем, потому что, собственно, действительно, чтобы вот так спокойно и свободно открыть курсы по изучению литературного мастерства, нам нужно было произвести некоторую революцию в общественном культурном сознании нашей страны, и мы, мне кажется, ее совершили. Первая же лекция посвящена вопросу о том, как можно писать, когда не пишется, как, во-первых, не бояться, как научиться смелости в этом. и мы об этом специально и много говорим. Когда не пишется, я сейчас отвечу одним из, наверное, десятков возможных ответов. Когда не пишется, но хочется, пишите все равно, просто пишите плохо. Ничего страшного. Я, слушайте, я не могу не поделиться, когда вышла одна моя книга, не буду говорить, какая, каждая строчка ее вызывала во мне глубокое раздражение. Я ее писала долго, и мне все в ней не нравилось. Это несмотря на то, что она имела успех потом, и тысячи человек мне сказали, что все прекрасно, она все мне не нравилась. Вот прошли годы. Сейчас ее записывают в аудиостудии, вдруг так вот пришло ее время. почему-то. И меня пригласили, это замечательные профессионалы, они приглашают автора, показывают, как они работают, они здорово работают, записывают книжку, очень так бережно к ней относясь. И я услышала свой текст 10 лет. Ну, ладно, 5-7 лет спустя. Я, знаете, я вдруг подумала, а что мне так не нравилось, что меня раздражало. Я его сейчас воспринимаю как совершенно чужой текст. так что, понимаете, я намекаю на то, что есть, должна быть дистанция, обязательно должна возникнуть дистанция между вами и текстом. И даже если вам кажется, что вы пишете очень-очень плохо, это может оказаться не так. Более того, может быть, может оказаться так, что вы написали, не знаю, три абзаца плохо, а один волшебный получился, и ваш рецензент это увидит. Пока нет у вас временной дистанции, пока нет у вас возможности взглянуть на свой текст издалека, у вас зато есть рецензент. Вот он увидит это со стороны. Раз уж вы решились, и если вы уже решились, ну уже тогда, уже безоглядно, идите вперед и не думайте все время о том, что я не смогу, я очень плохо пишу. Нет, уже все, уже поздно, уже пишите. Плохо будете хорошо писать. В любом плохо всегда есть какая-то искорка. Хорошо. Ну вот такой длинный ответ. Так, вижу следующий вопрос, да, как мы поступаем, Катя? Я его просто читаю или мы его читаем вслух? Давайте я попробую тогда, да, его прочесть и ответить на него, вот, а вы тогда скажете, что не так, да, если я что-то упущу. Здравствуйте, пишет нам Светлана. Надеюсь, присоединиться к этому курсу, хотя и страшновато, что у меня ничего не получится. Хочется спросить, подойдет ли мне этот курс, если я мечтаю написать произведение для детей и еще вопрос, какой формат лучше, очный формат ваших курсов или онлайн? Смотрите, для детей у нас есть отдельная вебинарная мастерская Дед Лит Рулит и можно посмотреть вот в ее сторону в рамках онлайна на курсе есть именно вебинарные мастерские и надо посмотреть до даты ее и возможно начинать тогда именно вот с того, что вы хотите, если вы конкретно уже нацелены на какую-то детскую литературу. Хотя в целом, мне кажется, базовый курс, он подходит вообще всем и тем, кто хочет делать блог, и тем, кто хочет просто лучше писать, то есть вот лучше делать текст, вплоть до, я не знаю, деловой переписки, то есть вообще везде можно использовать эти навыки, но не говоря уже о том, что попробовать писать рассказы, почувствовать какую-то художественную ткань произведения, попробовать создать именно мир рассказа, да, это вот все сюда, и по поводу какой формат лучше, очный формат ваших курсов или онлайн, здесь прям, да, я хочу сказать, потому что я училась и в онлайне, и в очке, это разные действительно форматы, и очный формат точно теплее, и онлайн формат точно прохладнее, это правда, потому что в очке вы всех видите, вы глаза в глаза с мастером, глаза в глаза с группой, и в этом смысле, конечно, больше дружб, там, не знаю, походов после мастерской, побить вина, вот это все, конечно, вот такая вот, да, друзья бесконечные вообще там на полжизни, вот, уже у нас у всех завелись, и, ну, в этом смысле понятно, что с онлайном сложно провернуть такую историю, хотя у нас есть эти истории, когда люди подружились вообще совершенно с разных континентов, и никак не могут расстаться, и, в общем, да, вместе там посоздавали кучу групп, и даже поездили друг к другу в гости, да вот пока все вот это вот началось, вот, но понятно, что, ну, он изначально более прохладный формат, но мы изо всех сил стараемся сделать его теплее, и с мастерами, с модераторами, но мне кажется, что вот в этой холодности, и некой строгости такой, и техничности есть тоже свое преимущество, потому что, ну, когда вот все с группой, ну, тяжело, тяжело, вот ты видишь глаза человека, и тяжело его обижать, и говорить что-то про его текст, так как-то приходится себя преодолевать, а здесь, в общем-то, ну, просто все честнее, и, в общем, как в интернете безопаснее, то есть можно представиться кем угодно, можно быть женщиной, описать подмышским именем на платформе, никто никогда вообще не узнает об этом, ну, вот, и, в общем, можно, опять же, писать совершенно честно там про другие тексты, и также вам честно напишут про ваши тексты, и здесь понятно, что мы в рамках личности, вежливости мы всех призываем оставаться, и модератор всегда отслеживает все комментарии, модерирует, участвует в дискуссиях, и понятно, что там мы просим писать по делу, не переходить на личности, и все это, как бы, за этим четко следим, но, в общем, мне кажется, что вот в таком техничном формате онлайна на честную критику прям рассчитывать можно, и в этом смысле никто не будет сильно реверансом делать, поправьте меня, если я, да, что-то не так. Нет, все очень верно, еще я хочу заметить, что мне кажется очень важным, важен вот этот ритм, понимаете, писатель это тот, кто пишет, и в онлайн курсе он жестче, он жестче, вот вынь да положь каждую неделю задание, просто иначе, ну иначе смысла нет записываться, в очных форматах обычно все более так мягко, и там нет такой строгой обязательности еженедельной, а здесь есть, и в этом смысле ты получаешь очень хороший заряд, правильный, и тоже очень профессиональный, потому что, ну настоящий писатель должен писать каждый день, понемножку, но писать, вот мы к этому, собственно, и ведем наших слушателей, так что все, все справедливо, и это все, что я мог добавить. Так давайте следующий вопрос к вам, да, добрый день, будут ли рассмотрены разные литературные стили, главным образом письмо, относящееся к потоку сознания? Ну, смотрите, хороший вопрос, базовый курс это курс вводный, поэтому, хотя мы говорим, разумеется, мы говорим о стиле и о языке, мы говорим очень лаконично о них, гораздо больше, и подробнее об этом идет речь на курсе Марины Степновой, который посвящен полностью языку и стилю, и в этом смысле, если вас интересует именно стилистический аспект, то, конечно, наверное, скорее лучше идти туда. У нас еще есть витамины, где тоже есть разные жанры литературные, в которых вы можете себя попробовать. Это такой формат, где вы слушаете всего две лекции или даже одну, и две, по-моему, от двух до трех, и делаете задания, как бы такое некоторая дегустация жанра происходит. Теперь третий и последний уже отвечая непосредственно на ваш вопрос про поток сознания. Я довольно слабо себе представляю, как можно учить именно этой разновидности стиля, потому что поток сознания это хаос, это некоторая льющаяся речь, в которой часто логические связи отсутствуют, в которой такие другие связи вступают в силу, а именно ассоциативные, например. Мне кажется, вот именно этот вид стиля поток сознания не требует специального обучения, достаточно прочитать парочку-троечку образцов. Анна Каренина на пути к вокзал к своему последнему поезду или Молли у Джойса в Улисе, которая произносит свой знаменитый монолог. Вот вам и поток сознания, вот вам два классических образца и вот вам два лучших учебника, две главы из учебников, написанных писателями. Посмотрите, как они это делают и просто попробуйте это проанализировать. Вот такой ответ. Возможно, имеются в виду еще какие-то тексты, которые достаются таким-то образом из себя и трансформируются, потому что у нас сейчас стартовал онлайн новый наш курс автофикшн Ольги Брейнингер, и он как раз про то, как писать о себе, но не автобиография, то есть как сделать текст о себе, как достать из себя этот текст путем там разных техник, разных приемов, и Оля подробно там про это все рассказывает, да, про эти техники, но при этом, чтобы этот текст, он все равно следовал некоторым законам жанра и был интересен читателю. Вот это, мне кажется, да, вообще сложный жанр, очень узкий, очень кажущийся и прикидывающийся простым, и при этом сделанный по своим законам, вот, может быть, в сторону этого курса имеет посмотреть смысл, если вот есть интерес к этой технике, ага, Лина у нас спрашивает, да, Майя, ну точно вам вопрос, какой совет вы бы дали тем, кто никогда не писал и никогда не был с этим связан, как не бояться, если писательство, это не значит ничего, кроме огромного желания писать. Лина, ну у вас уже все позади, вы уже здесь, вы уже этот путь, который вы описали, вы уже его прошли, вы уже с нами, все, вперед, у вас смотрите, как мы облегчаем жизнь тем, кто вот волнуется, боится, не знает, задания наши невероятно конкретные, понимаете, они как бы не дадут возможности никуда сбежать и пугаться, вот условно там опишите запах мандариновой корки, вот и все, и описывайте его вперед или опишите очень странного человека, которого вы встретили вчера на улице и все, то есть именно когда ты в таких конкретных обстоятельствах поставлен, да, заданием, тебе проще, тебе проще, вообще любые ограничители, моя любимая идея, я ее повторяю, повторю еще раз, ограничения это то, что помогает художнику творить, любой художник, при том, что он свободен, да, нуждается в этих ограничениях, есть ограничения по жанру, есть ограничения по стилю, есть ограничения композиционные, вот взять и написать просто так, как-то без всяких рамок невозможно, и собственно мы эти рамки и описываем, как они устроены, поэтому, ограничения по объему, безусловно, да, мы их рамки задаем довольно жестко, и это как раз, да, видно, потому что люди тексты сдают, студенты пишут, и действительно делают свои тексты лучше и лучше, это работает, так, давайте на следующие два вопроса, я тогда, да, Сергей, добрый вечер, это видео будет ли выложено, чтобы внимательно его посмотреть, да, всем, кто зарегистрировался на этот вебинар, мы обязательно сделаем рассылку и пришлем запись этого видео, так, и следующее, да, вот занятия спрашивают, да, нас посвящены только написанию книг, рассказов или и сценариев тоже, я киношник, специальность другая, хочу попробовать научиться писать, смотрите, ну, это разные курсы у нас, у нас есть сценарный курс онлайн, курс Марины Степновой, у нее два курса, один по стилистике, про который мы уже несколько раз сегодня с Майей сказали, про то, как писать красиво, но не злоупотреблять, да, штампами, с четвертыми метафорами, какими-то вычурными образами, то есть это вот курс именно по использованию выразительных средств языка, условно говоря, а есть у нее курс сценария, он называется «Основа сценарного ремесла», и это курс как раз про сценарий, он у нас будет этой весной, вот мы буквально на днях объявим о его датах, и он появится у нас тоже в числе грядущих курсов, но в целом, если вы пишете, что киношник, но вероятно, вы с этим уже, да, столкнулись, и все про это знаете, может быть, тогда, да, имеет смысл посмотреть в сторону художественной прозы, и как-то вот немного переобуться в процессе, потому что курс сценария, он, конечно, самый утилитарный из всех наших курсов, и он меньше всего про творчество, и он больше всего про ремесло, здесь, в общем-то, да, все в названии сказано. Так, вот, Кирилл нам пишет, стоит ли записываться на базовый после окончания курса Марины Степновой? Ну, в целом, мы задумывали логику наших курсов и последовательность такую, что сначала базовый, и на базовом вы понимаете уже, то есть, если, ну, как мне кажется, все начинающие авторы, их прям условно можно поделить на две категории, одна здорово придумывает истории, но при этом не может их рассказать, а вторые очень хорошо все описывают, но при этом их история все время разваливается, вот, и здесь, в общем-то, поэтому мы придумали курс по стилистике и курс по сюжету, но курс Марины Степновой, он несложный, и он действительно очень яркий, очень выразительный, его часто берут первым, и бывает так, что там душа лежит именно к Марине Степновой идти учиться, потому что она, он, правда, такой заряжающий энергию тоже человек, и, в общем-то, бывает, да, что его берут первым, но мне кажется, что да, вполне можно посмотреть базовый после него, потому что базовый это основы, и Майя здесь говорит и про стилистику тоже, но очень во многом она говорит именно вообще про построение текста, про его устройство, про героя, про сюжет, про, ну, вообще про то, как текст работает, и потом про то, как вообще, ну, войти в литературный мир, то есть, как он вообще устроен, какие есть конкурсы, какие есть журналы, как вообще, вот вы написали текст, что с ним вообще делать, как с ним разместиться в этом литературном сообществе, как вообще в России это все устроено, вот, поэтому, да, мне кажется, что как раз имеет смысл, но если вы чувствуете в себе силы как-то, и считаете, что базовый уже, в общем, ну, наверное, нет, то можно вот дождаться, весной у нас будет, опять же, курс МАИ, самый сложный, самый интересный из всех наших курсов, это онлайн-курс для продолжающих, просто для продолжающих, и там мы пишем и максимальный объем, и говорим тексту, то есть, текст не на 6 тысяч знаков, финальный, когда на базовом, или на курсе Степновой, а на 15 тысяч знаков, и там уже такие прям изощренные, сложные задания, и лекции там гораздо сложнее, и, в общем-то, там мы говорим и про то, как, ну, замахнуться на больший формат произведения, и про повести, про роман, и, в общем, мне кажется, это прям такой вот самый сложный, самый интересный наш курс, если чувствуете в себе силу на него, welcome, мы, да, будем рады. Ага, вот про вдохновение мое вас благодарят, да, Елена. В пандемии я застряла в Испании, и начали активно приходить тексты, есть пара публикаций в маленьком издании в моем родном городке, я отсылала художественные очерки, и редактор превращал их в более публицистические материалы, сейчас у меня много идей, и хочется написать несколько рассказов. Майя, что вы скажете, Елене? Мне кажется, вполне это базовый курс. Это да, мне кажется, это будет стимул, понимаете, еще что интересно, вот что тоже я много раз слышала от самых разных наших слушателей, что там они и думать не думали, да, про какие-то темы, какие-то аспекты, но получив импульс от нашего задания, да, ну, например, осталось описать запах сирени или там чего угодно, они вдруг понимают, ну, во-первых, как это делать, а во-вторых, этот кусочек, этот этюд, потом оказывается очень удачно можно встроить в свой большой текст, то есть те этюды, которые вы делаете, их можно затем использовать, это же ваш авторский продукт, да, поэтому мне кажется, это здорово мускулатуру развивает литературную, почему нет, почему нет, рассказам это совершенно не мешает, один вы можете написать как раз в рамках курса, другие писать попутно, так что да. И вот Елена добавляет, да, что она не успела на курс Кольги Брейнингер, была закрыта запись, это была закрыта запись в ее группу, группу Брейнингер, но там есть и другие прекраснейшие рецензенты, и Александр Стейсин, и Дмитрий Данилов, и можно еще успеть на этот курс, на самом деле он стартовал, но мы пока пишем только первое задание, и только вообще завтра будем его задавать, так что, в общем, да, все еще можно, если дыша лежит к курсу Брейнингер, но в целом, мне кажется, да, и даже если вы хотите писать на основе собственной жизни рассказы, то и с базового курса вполне можно начинать, потому что, мне кажется, все начинающие авторы, ну, часто, ладно, не все, часто пишут, в общем, да, первые рассказы на основе собственной жизни. А вот про, еще нам выше написали, видимо, про поток сознания, что речь шла о Вирджинии Вульф. Да, я ее обожаю, тоже, вероятно, на какой прекрасный автор, даже в переводе, прекрасно, в сочной, живой текст, всегда у нее, и ты действительно куда-то погружаешься и плывешь. И вообще говоря, спасибо за подсказку, вообще хорошая эта подсказка, мне кажется, на витамин это точно тянет, как создать поток сознания, да, как это сделать. Прекрасная идея, мы подумаем, спасибо, мы сделаем такой маленький микрокурс про это на наших витаминах. Да, наш есть проект онлайн-курс витамины, это, в общем, история всего на две лекции, одно задание, и это прям вот формат для тех, кто хочет попробовать, или вот там, кого заинтересовал определенный, определенный жанр, потому что в витаминах они есть, и можно, да, посмотреть тоже в эту сторону. Вот Макс нас спрашивает, можно ли участвовать с написанными текстами, которые хочется довести до ума, но вот это точно не на базовый курс, потому что мы здесь даем очень конкретно, очень жесткие задания, и, соответственно, мы ждем от вас не ваших заготовок и ранее написанных текстов, а то, что вы будете писать здесь и сейчас в процессе, и, соответственно, здесь и сейчас получите на выходе результат. А про уже написанные тексты, ну, во-первых, у нас есть, опять же, коучинг, и это есть групповой коучинг выход в свет, вот можно посмотреть в эту сторону, там люди приходят уже с написанными текстами, либо индивидуальный коучинг, соответственно, мы вам подберем, да, человека, который вам подойдет, коуч, и можно, соответственно, с ним купить какое-то количество сессий, то есть не обязательно прям большой коучинг, здесь нужно одну, две, три, там, как вы захотите, сколько вам нужно, да, на продвижение, и плюс есть у нас еще партнерский такой проект, экспертиза, делает его наш коллега Катя Белоусова, и, соответственно, на критик студио, у него адрес, можно туда отправлять тексты, и вам будут приходить рецензии, то есть на ваш уже написанный текст, но это, да, это точно не про базовые истории. Можно я добавлю, что, что касается коучинга, то тоже по результатам именно этого курса, такой индивидуального, который проходили наши слушатели, множество книг уже вышло, когда люди действительно приходят с практически готовой рукописью, но ее надо довести до ума, вот это, вот это то самое место, коучинг, куда точно надо идти, и, правда, результатом бывает выход книги, но вот один из поразивших меня примеров, это роман Веры Богдановой, который, правда, начинал очно, по-моему, заниматься, потом была и на коучинге Ольги Славниковой, вот сейчас не где-нибудь, а в лучшем, самым-самым известном издательстве, в редакции Елены Шудбиной выходит ее роман, написанный вот в рамках нашей школы. Гордимся и радуемся. Не первый, не первый уже, да, роман, но, мы надеемся, не последний. Очень здорово. Так, вот, Майя, ответьте, пожалуйста, вот такой вопрос. Анна спрашивает, что пишет она на русском, очень хочет писать на русском, но ее английский, вероятно, лучше, чем русский, и вот боится она, что русский ее не так богат и красив, и стесняется на нем писать. Есть ли смысл стараться? Как быть, Аня? Аня, прекрасный вопрос. Понимаете, это зависит немножко от ваших целей. Если вы пишете на английском прозу, то перед вами вы в замечательном положении, потому что перед вами открыт англоязычный рынок. Он считается гораздо, естественно, более престижным, чем русскоязычный, но с одной стороны, с другой стороны, гораздо более конкурентным, и конкурентов у вас будет больше. Смотря для чего вы это хотите. Если вы хотите просто писать прозу, и у вас английский лучше, ну, тогда надо идти на Create Fressing, курсы по Create Fressing. На английском языке их множество, и вы их легко найдете, и платных, и полуплатных, и очень платных, и бесплатных, разных. Для начала зайдите на сайт Iowa State University, и посмотрите, посмотрите, там есть у них регулярно проводится бесплатный онлайн-курс при их Create Fressing Program. Вот. Ну, и наверняка вы еще и многие другие места найдете. Если же это ваш способ, наоборот, с русским языком подружиться лучше, тогда, конечно, приходите. У нас были такие случаи, когда учились у нас люди, которые по разным обстоятельствам, вот чаще так бывает, забыли русский, да, там они уехали, например, в другую страну, и русский стал уходить. И вот, чтобы его вернуть, ну, конечно, это хорошее место для тренировки своего языка, потому что, ну, естественно, когда ты письменно пишешь, не устно, гораздо более к себе требователен должен быть, и это на базовом более чем уместно. При этом мы задумывали такой онлайн-курс детский, и мы думали, что очень много будет у нас детей, тех, кто уехал, эмигрировал, и хотел бы, ну, как-то, да, ну, это такая частая история, что родители хотят, чтобы ребенок сохранял язык, но оказалось, что таких очень много взрослых как раз, те, кто уехал, и хотят быть на связи со своим языком, и на самом деле, может быть, у них нет даже каких-то огромных литературных амбиций, в том смысле, что они, может быть, не хотят, да, там даже публиковать книги, писать романы, но при этом нам важно быть вот на этой связи, то есть читать хорошие тексты на русском языке, классические, и те, которые, ну, современные, те, которые пишут, вот их коллеги на курсе, например, да, и те, которые там приводятся в задание, и самим, да, пробовать, ну, вот что-то создавать на том языке, который, ну, все равно неизбежно уходит, когда живешь за границей. Так, Ольга, технический вопрос. Повторите, пожалуйста, где указывать пожелания по поводу рецензента? Сразу в заявке. Да, можно, во-первых, сразу в заявке, во-вторых, можно написать мне на почту онлайн собакалитскул.про, сейчас напишу тогда в чате свою почту, я там на связи, 24 на 7, как стойкий оловенный солдатик, да, можно мне писать. Ага, кажется, на все мы ответили, или что-то еще есть? Сейчас посмотрим, тогда, может быть, так, в фейсбуке не вижу вопросов. Ну, пока вы думаете, что вы нас не спросили, я хочу, я несколько раз к этой метафоре сегодня прибегала, и еще раз просто хочу ее об этом вам напомнить, что, понимаете, чтобы писать свободно, да, надо немножко расслабиться и понимать, что это, ну, вот эта гамма, это те же гаммы, которые вы разучиваете, когда вы занимаетесь музыкой. В общем, как только мы немножко снизим, да, градус напряжения в этой области, почему-то у нас просто такое уж у нас воспитание наше русское, что сочинительство это сакральный процесс. Ну, конечно, сакральный процесс, но не обязательно, не обязательно. Это, в этом действительно много ремесла. И поскольку это много ремесла, это действительно прикладная, очень история прописать, поэтому, поэтому так важен рецензент и тренер, который, ну, правда, да, вот, можно прочитать, как сделать это упражнение, а можно посмотреть, показали, и вы сразу поняли, куда двигаться. Так что, я, конечно, думаю, при том, что понимаю страхи тех, кто боится даже с рецензентом соприкоснуться, ну, думаю, что-таки больше смысла, честно, в группе с рецензированием, чем без. И у нас регулярно бывает так, что человек пришел на группу без рецензирования, потом взял еще раз курс уже с рецензированием, освоился, осмелел и снова уже с рецензированием. И еще мы в наших заданиях, у нас задания трехчастные, мы обязательно даем не только упражнения некоторые и просьбы написать этюд, мы даем и дополнительную литературу, что можно почитать по этой теме, да, из книг по крейзи фрайсинг, мы даем и художественные тексты, которые тоже полезны в связи с этой темой, которая обсуждается прочитать. То есть вы оказываетесь оснащены довольно мощно и учебными текстами, и художественными подобранными специально под задания. Вот так. Нас спрашивают, Майя, да, что делать, если толстые журналы неохотно берут прозу начинающего автора для публикации? А вы мне рассказываете, что вы начинающий автор, вы это скроете, просто посылайте, да и все. Понимаете, я скажу, вот тут секрет в другом. Толстые журналы не очень любят, бывает, регулярно они это делают, но вообще вот прислать один рассказик в толстый журнал, это не очень правильно, лучше сразу несколько. вот толстые журналы тоже любят какую-то демонстрацию силы. Еще знаете, что важно, что приятно быть опубликованным, приятно, но вот с Некрасовым случилась интересная история. Он написал сборник мальчишкой, гимназистом, сборник стихов, мечты и звуки назывался этот сборник, и отправился к Жуковскому в городе Санкт-Петербург, приехал из Ярославля и принес ему рукопись, Жуковский ее прочитал и сказал ему «Есть у вас талант, но лучше опубликовать этот текст под инициалами, чтобы вам потом не было неловко». Понимаете, окончилось все тем, что Некрасову было очень потом неловко за этот сборник, хотя там действительно видна его литературная одаренность. Не спешите публиковаться, чуть-чуть наберите веса, наберите сил, пускай действительно этих рассказов будет несколько. И вот тогда уже стоит вступать в диалог с литературным миром. Вот у нас вопрос, есть ли дальнейшая надстройка для авторов своего блога, например, как для сценаристов. Видимо, речь идет о курсе специальном. Ну, смотрите, мы очень литературная и очень академичная школа в этом смысле, и, конечно, мы не научим ни про движение, ни про то, как написать, какой-то, создать такой контент, который будет вот страшно интересен читателям и принесет там страшное вообще количество лайков, репостов и какую-то там возможность попасть в тренд. Вот про это все у нас точно нет. курсов, то есть мы именно про текст, про то, как писать лучше. Извините, что-то перебиваю, а вот у нас Егор Аполлонов, знатный блогер, между прочим, будет читать курс, который частично связан с тем, о чем вы говорите, если я в точности это помню правильно. Ну, во всяком случае... В очке, да-да-да. Это в очной школе, да, это в очной школе. Вот, но там есть эфиры, то есть там можно участвовать, в общем, также из любой точки мира, но, соответственно, там есть вот это ограничение, что не как в онлайне, да, там в любое время, а вот в 7 часов в зуме в Индополож надо быть, да. Ну вот, да, и есть у нас курс нонфикшн в онлайне, и он у нас тоже будет весной уже дата объявлен, и можно посмотреть. Это про все формы нехудожественного высказывания, то есть для тех, как раз, кто не хочет придумывать, не хочет мучиться, с сюжетами, а хочет фиксировать реальность. И вот это как раз сложно-суставной курс разных тоже лекторов и авторов, и там мы как раз говорим и про рецензии, и про биографии, автобиографии, и про блоги, и про лонгриды, и про научпоп, то есть вот про очень-очень разные формы нехудожественного высказывания, в том числе про блоги, и как раз, ну вот тоже в эту сторону можно посмотреть. Ну плюс вот курс Ольги Брейнгингер автофикшн, это вообще очень такой тоже современный курс на грани, потому что она говорит как раз про блоги очень много, про то, как существовать в этой новой норме, такой новой искренности, как понимать сегодня цифровую безопасность, то есть, ну вот про вот эти штуки она тоже рассказывает, ну и опять же вот это автофикшн, то есть про то, как доставать этот из себя, и как сделать так, чтобы он был интересен другим, вот тоже в эту сторону можно посмотреть. Так, вот еще один вопрос, да, от Аллы Даниловой, что, и стоит ли при прохождении курса дополнительно читать Кинга и Пастуховского про мастерство писателей? Майя, скажите, стоит? Конечно, понимаете, вообще говоря, вот листать эти замечательные книжки, Кинг вообще классика, да, много там полезного говорит, не забывайте только, что это говорит англоязычный писатель, и русский язык, и русская литература чуть иначе устроена, поэтому делайте на это некоторую поправку, но вообще читать теорию, особенно в первых порах, очень полезно, очень полезно. Ответ, конечно, да. Ну, и в целом довольно много там мы расскажем, чего читать про креатив райтинг, то есть у нас есть отдельный список тех текстов, которые художественные, на которые опираются лекторы в своих лекциях, да, есть именно список креатив райтинг, литература, про которую мы тоже рассказываем. По поэзии спрашивают, есть ли отдельный курс, да, есть такой курс, весной стартует, это курс, онлайн-курс поэтический Дмитрия Быкова и Михаила Идельштейна, очень хороший курс и для поэтов, и для прозаиков на самом деле, потому что, как говорит Майя, поэзия тренирует вот эти мышцы, которые отвечают за образное мышление, и в этом смысле он прям тоже полезен всем. Дисциплинирует язык, потому что в поэзии ты не можешь разболтаться, да, ты должен быть очень точен в выборе слов, и вот этот выбор точных слов, это тренируется именно на поэтическом курсе. И вот еще один вопрос от Анны, пропустили мы его с вами, Майя, скажите, давайте вы, да, скажите, стоит ли начинать писать прозу, если современных авторов практически не читают, только нон-фикшн, то есть без знания того, что сейчас происходит в русскоязычном литературном мире. Стоит ли, я что-то не вижу, этот вопрос, как быть? Стоит ли начинать писать прозу, если человек оторван, но в реале современного русского литературного мира и современную русскую прозу не читает? Ну, можно, да, почему нет, но только интересны ваши мотивы, интересно, почему вы современную русскую прозу не читаете, там много хорошего происходит. Просто здесь можно оказаться в ситуации, когда вы действительно внезапно изобретете велосипед или вы все даже откроете давно открытую Америку. хорошо, правильно, профессионально читать коллег непосредственных, которые с тобой на одном языке пишут. Ты просто будешь в лучшем контексте и больше шансов сказать о том и так, как другие не сказали, потому что все-таки в искусстве очень важно сделать оригинальное высказывание, не похожее на других. А если вы вдруг возьмете да и напишите какой-нибудь роман о голоде в 20-е годы в Поволжье о беспризорниках, бац, открыли, а оказывается Узель Яхина уже такое написала. Вот в марте он выйдет, эшелон на Самарканд называется. То есть, понимаете, вот чтобы не попасть в эту странную ситуацию, лучше, конечно, своих современников и коллег читать. Единственное, на самом деле просто не не было какой-то возможности и такой жизненной устремленности погрузиться в эту современную русскую прозу и как-то в ней сложно разобраться, то тогда как раз хорошо идти на базовый курс, потому что мы рассказываем про то, что стоит читать. И в этом смысле вы как раз будете в той литературной среде, в которой русская современная проза, ну, в том числе современная будет много обсуждаться и в общем много новых тогда имен для себя вы откроете и какие-то ориентиры для себя точно получите и сможете как-то в этом мире разбираться. Так, вот следующий базовый курс нас Кирилл спрашивает, да, когда? На этот не успевает. В марте. В марте будет следующий базовый курс. В общем, да, будет вся эта информация на сайте. И Ольга спрашивает, сколько обычно участников в группе на этом курсе на базовом. Обычно 20-24 максимум человека мы стараемся, но это то количество просто, которое удобно для вот этого форма, для дискуссий, для вот этого пространства группового, потому что часть народу все равно никогда не выйдет, будет стесняться, не будет выкладывать тексты, и мы к этому готовы, а часть народу будет очень активной, и чтобы, соответственно, вот это пространство создавалось, вот это оптимальное число участников. А в конце мы выводим всех в такое большое пространство, то есть делаем прям общий такой урок, и туда добавляем всех, вообще со всех курсов, ой, изо всех групп, простите, и, соответственно, там можно свои финальные тексты, вот эти рассказы, которые получились выкладывать, и читать совсем вот в других участниках, которые были у других рецензентах, в других группах. После того, как курс заканчивается, мы всех приглашаем в наше «Алюмия», это такое сообщество выпускников в Фейсбуке, там можно следить за всеми нашими какими-то мероприятиями у нас на сайте, соответственно, и в нашей рассылке всегда появляются информация о наших бесплатных мероприятиях, о наших литературных конкурсах, о панколах, наш пашню, наш прекрасный электронный бумажный журнал, да, мы тоже проводим, то есть это журнал для наших выпускников, то есть мы отбираем лучшие тексты по итогам каждого курса, в том числе базового, и вот недавно у нас вышел номер как раз, в котором было очень много текстов, именно тех, кто учился на базовом курсе, состоящий из вот этих начинающих рассказов, очень хороших при этом, да, и вот про разные такие возможности, да, тоже можно следить после окончания курса. так, мы на все ответили, а я хочу сказать, что вы, конечно, попадете в такое некоторое мощное поле, потому что у нас, правда, всего очень много, и нас уже, с нами уже очень трудно будет расстаться, то есть мы никого не держим, разумеется, да, но всего много разного, и разных событий, и пашня, и в общем все зависит во многом от вас, насколько вы захотите участвовать в том, что предложено, и если захотите, вот будет вам интересно. И вот у нас еще один вопрос, а, нет, про поэзию, да, здесь мне Саша пишет, про поэзию мы уже сказали, что да, здесь мы будет, ага, ну, вроде бы все, друзья, есть еще какие-то вопросы, давайте тогда я два слова скажу про те курсы, про которые мы еще не разговаривали, да, вообще в основных онлайн-курсах, вот, да, после базового еще этой весной, вот у нас набор сказал на поэзии, на нонфикшн, на сценарий скоро объявим, проза для продолжающих Майя Кучерской, для тех, кто уже получился у нас, и, соответственно, летом мы планируем курс тип новой по стилистике, и автофикшн Ольги Бренингер планируем повторять, вот наши грядущие планы, да, на наши курсы до лета, вот, а осенью тогда поживем, увидим. Так, можете ли сказать пару слов о курсе Ольги Славникова? Ольга, смотрите, Ольга Славникова настолько в бочном формате преподает, но еще раз повторюсь, можно в эфир, купить эфир, и это возможность участвовать удаленно, что-то у меня со звуком, да, произошло сейчас? Нет, все прекрасно. Да, это такая возможность участвовать удаленно, то есть будет аудитория сидеть в группе и общаться с мастером, но вы сможете из любой точки мира присутствовать, но вот в определенный момент, момент того, как будут идти занятия. Ага, и про Ольгу Славникову Майя тогда, да, побольше расскажет? Ну, знаете, что я вам скажу про Ольгу Славникову? Мало того, что она замечательный совершенно писатель, она преподаватель, про который можно, так сказать, профи и услышать такой свист над головой, потому что она правда, понимаете, тут что интересно, ну да, вы можете прочитать книжки по Creative Writing, но вот Ольга Славникова, то, как она ведет, то, о чем она рассказывает, это вот абсолютно авторский продукт, то есть она рассказывает из опыта из своего, из писательского, она говорит крайне неочевидные вещи, и она обладает хорошей, такой, твердой волей, и даже если вдруг в какой-то момент вы почувствуете молодушие, вам не захочется писать, твердая рука Ольги Славниковой выведет вас на правильную дорогу, и вы допишите под ее руководством ваш текст, в этом смысле она совершенно бесценный педагог, потому что она ну очень-очень хорошо, очень добросовестна и очень профессионально ведет своих учеников. Друзья, ну, если вопросов больше нет, то можем как-то к финалу двигаться нашего вебинара, да, потому что вроде бы вот я смотрю, в фейсбуке тоже вопросов нет, Саша мне не присылает. Друзья, ну, тогда да, еще раз повторю, 14 февраля мы стартуем с нашим курсом базовым, день всех влюбленных, есть еще совсем вот да, чуть-чуть возможность подумать и присоединиться к нашему курсу, и еще не сказала про возможность поучаствовать в конкурсе. У нас до седьмого числа мы принимаем работы на конкурс о любви, не как-нибудь, 14 февраля стартует курс и конкурс тоже о любви, называется он по любви, и условия его смотрите на нашем сайте во вкладке free, там есть, да, то, что бесплатная информация, либо в новостях там есть информация об этом конкурсе, и призами как раз будет публикация в Пашне и два места бесплатных на нашем базовом курсе мы разыграем. И еще из приятного всем участникам сегодняшнего вебинара мы подарим промокод на участие, на 10% скидку мы подарим, и этот промокод мы разошлем, и сейчас я тогда в чате тоже его напишу. да, и мы получили еще один вопрос про Ольгу Славникову, что у нее веб-формат, ну тогда тем более, мне кажется, можно и к ней пойти, если у вас есть к этому интерес. да, ну то есть соответственно это такой формат вебинарной мастерской, то есть когда вот в определенное время все собираются и разговаривают в Зуме. Это не та платформа, которую мы используем для онлайн-курсов, это Зум. Так, вот промокод GIFT пишу капслоком на 10% скидка всем участникам и разошлем запись. Так, ну вроде бы тогда все, Майя? Все ли мы сказали? Мне кажется, мы все сказали и надеемся видеть вас 14 февраля с нами. Все так. Вечер с нами. Очень всех рады были видеть, тогда завершаем. Всем всего доброго, хорошего вечера, до свидания. Счастливо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова